привет друзья хочу сегодня снять ролик про то как выбрать аквариум я наверно даже вот вам буду показывать не то как его выбрать а каким не должен быть аквариум то есть ну вот какие то такие моменты в таком формате больше будет ролик как бы сделал поскольку я постоянно аквариумы ремонтирую поскольку я постоянно делаю но имеют достаточно большой опыт в этом вот хочу соответственно до вас донести некоторые моменты которые которые я считаю что можно заметить чисто внешне когда вы выбираете аквариум почему я решил такой ролик снять как бы давно думал как как его сделать начать как середину как буду сделать да но вот мне подарили аквариум вот он стоит и вот на него посмотрев я решил как бы с этого примера и начать собственно говоря вам показывает первое на первое с чего как бы начать это вот нужно посмотреть здесь вот на толщину стекла здесь это вот ну чётко прям видно так нам было не ударить те баночки да которые у нас уже работают кстати та банка которая с просроченным герметиком до сих пор стоит не потекла фатального пока ничего не происходит там сидят рыбки красиво плавают ну и вот банка там литров 600 наверное метр 60 на 65 на 65 сколько это может сами посчитать литров 600 я так на глаз толщина стекла здесь какая как бы вы думали какая-то человек мне сказал десятка когда позвонил я померил 88 миллиметров при высоте ну высота столба там где-то 60 сантиметров ну то есть это как бы это вот ну сразу ненормально при такой высоте столба стекло должно быть ну двенашка это моё мнение ну как минимум десятка но вы же как бы платите свои деньги как бы да серьезные как бы вам могут сказать что достаточно там десятка но по деньгам то как правило вы платите там как за двенашку да ну вот так если цены посмотреть на сегодняшний аквариум то это в принципе как бы заплатили то возможно даже больше чем двенашка поэтому все таки мы вот ну чё это такое это как бы просто опасно да там я не знаю ребенок подойдет стукнуть стекло тоненько это опасно восьмерку такой площади то есть когда вы приходите там я не знаю на рынок магазин как бы да ну вот как бы первое на чего вы смотрите на площадку стекла всегда должен смотреть то есть стекло должно быть толстым при такой высоте это двенашка ну десятка на худой конец то есть при высоте там 60 сантиметров 55 60 все что лучше 50 50 даже 50 десятку надо брать домой потому что все таки но можно затопить в конце концов соседей это все неприятно согласитесь это первый момент на который нужно смотреть второй момент это вот на качество сборки вообще так друзья я снял камеру чтобы вам показать то что я вот как бы вот считаю необходимым ну то есть вот вот я не знаю кто это делал как бы да ну сейчас вот так вот возьму камеру смотрите берем вот как бы прикладываем да я не знаю насколько вот нужно быть рукожопым да чтоб вот такое как бы сделал ну вот это же ну вот простые какие-то вещи это причем вроде как нормально как бы ну чуть-чуть там совсем на вот если с этой стороны если вот с этой стороны взять как бы совсем чуть-чуть как бы да он и щелка есть вот в нолик я не знаю но вот это вообще как на вот эту в данном случае штуку я не обсуждаю здесь видимо ну как бы крышка была она ложилась на эту штуку это видимо по задумке как-то хотя можно было как по-другому здесь может и прожки лежали как бы ну дядя яша по крайней мере такое предположил то есть вот это я не обсуждаю но хочу еще обсудить вот эту хрень вот это для чего вообще не понятно итак порожнякова сделана или это уже отвалилась для чего это вообще было сделано не понятно для забора что он тогда в 1020 кто-то прав看 или здесь грунт вот так он был здесь получается что за моему ну совсем непонятно для чего от этого хрень брен как бы сделала то есть она либо выше тогда должно либо здесь ниже как бы чтоб какой-то перелив отсюда будут как бы чай-чай им как будто хотели сделать оборудование чтобы куда спрятать ну его бы видно было в любом случае это стекло как бы да вот так вот смотришь это же не тонированное какое стекло да то есть я не пойму смысл в этой штуке а бумажа с обрежем в топку выкинем как бы аквариум поставить ну и аквариум здесь течет это я так просто уже для вас дал здесь стукнуто от этого стекло вот если снизу так посмотреть она как бы треснуто сверху вот здесь вот такая штука приклеена это ну видимо усилитель для держания вот этого стекла поскольку ну совсем тонкий как бы стекла ну непонятно зачем он такой широкий ну ладно это тоже не обсуждаю ну вот здесь вот как бы получается он течет тут в этом месте вытекает она во-первых выходит вот эта трещина выходит сюда она течет но еще как вот здесь вот вода получается вот сюда он затекает если вот это для то герметик затекает вот сюда протекает 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 и здесь вообще как бы вытекает ну то есть грубо говоря сейчас нужно вот это все вот и не за делать еще все это я заделал весь этот шов и ставим ее к себе вот уже стеллажик здесь готов хочу вам показать вот она встанет вот здесь у нас ну вот 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 этот аквариум станет вот сюда мы стеллаж пододвинули у нас здесь станет холодильник у нас есть такой советский холодильник он сюда встанет сюда вот этот аквариум красивый а суда встану значит ну то что там у нас стоит да ну вот как то так то есть здесь все таки мы добиваем эту комнату практически да будут до предел до до возможного предела значит со всеми вот этим аквариумами ну нам в принципе понимаете какая штука на в принципе на разводе без разницы из восьмерки это аквариум сделан или там из двенашки да если он хлопнет как бы ну не страшно здесь здесь подвал здесь ну не так это фатально как здесь можно сказать вообще это не фатально пришли там собрали как бы воду и все и на этом забыли но если вы живете там выше второго этажа выше первого этажа до под вами там есть соседи и топить их это значит попадать на бабло потому что они придут и скажут давай ремонтирую как ну и будут собственно говоря прав правы поэтому этот вопрос как бы вопрос безопасности он стоит на первом место и да и свою квартиру топить неохота да там потом ламинат там пол менять да там какие-то обои переклеить потому что они все будут там вот таких вот пятнах да друзья сейчас хочу поговорить еще вот о чем значит о стеклах но смотрите вот как как пример вот очередной аквариум да вот у него смотрите шлифовка вот шлифовка причем такая хреновая как бы шлифовка на такая вот она вот если посмотреть по 10 видите вот в этом месте такой провал куда идет да то есть какой-то диск видимо такой завалили когда шлифовали на вот ну и в принципе здесь все в шлифовке все бы ничего как бы но вот вот когда приклеивают вот это стекло до торцевое то вот с этим стеклом то нужен чтобы был лом либо полировка другое недопустимо а здесь смотрите насколько экономили здесь просто лом вот этого торцевого стекла до которая боковое лом это что вот вылазила шлифанули видите да такие вот как бы кусочки шлиф шлиф машинка видимо шлиф машинки шлифовали вот и он весь вот такой то есть вот к этим местам которые зашлифованы будут фигово приклеивать то есть в основном будет держаться там где вот лом и он весь такой то есть и там-то и тут также вот они видите эти штуки надеюсь на камеру это все видно хорошо вот оно все вот то есть вы когда вот мы приходите там опять же на рынок я сейчас говорю факторы которые можно увидеть реально глазами да и и соответственно суммировать эти факторы и себе как бы выбрать аквариум ну то есть вы приходите вот на торец как бы аквариума досмотрите вот на этот он шлифовка а еще если он кривая шлифовка как ну вообще на хрена его брать даже если он дешевый к тем более его не надо брать бесплатный сыр бывает пока в мышеловке а дешевый сыр дешевый мышеловки в любом случае это будет мышеловка это по пандос на деньги потом в дальнейшем друзья должна быть полировочка вот она баночка полировка 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 кстати эта банка такая же примерно по длине как-то да но она сделана и по высоте 60 как куда ну вот один автоба здесь двенашка стекло вот это правильная банка ведь беда и полировочка сделан сразу видно торец мы можем посмотреть и увидеть другой как конец стекла поэтому сразу подходите смотрите полировочка значит уже как бы это плюсик доставить а шлифовочка вот как у этого аквариума видите да шлифовочка значит уже ставите минусик ну вот она здесь видно что он не полирована хотя это ну как бы заводская шлифовка видите да то есть она как бы с кромкой у нее кромочка есть вот так вот если посмотреть у него 10 кромочка здесь и здесь с двух сторон у полировки такая же кромочка евро кровь евро фаска она по моему называть вот она смотрите давайте здесь покажу видите тоже эти фасочки это вот станочная обработка вот таким вот образом все полировка плюсик друзья еще один инструмент с которым нужно аквариум выбирать это угольник берете его и идете в магазин смотрите что делаете так вот раз у здесь угол получается острый не 90 градусов а должен быть 90 давайте вот здесь посмотрим здесь у нас 90 четко стоит четко 90 тут постарались а это знаете о чем говорит что вот это стекло по длине больше чем вот это стекло то есть он вот такой как бы да вот так вот эта сторона суда а эта сторона а это ровно получается да ну вот это стекло как бы короче поэтому так и получается угол должен быть прямой везде здесь прямой угол и здесь прямой угол нет прямого угла значит у нас не такое брать ну это аквариум это для разводе прокатит для дома ну блин не знаю не стоит тратить на это даже 3 копейки не стоит она того еще друзья хочу показать вот ну просто на примере аквариум в которой у меня есть до как которые имеются до соответственно вот обязательно смотрите вот на эту линию фонарик вот на эту линию вот то есть вот то стекло не должно вот вот как бы она не должно не выпирать сюда не туда не завалено то есть вот здесь 1 линия должна берете прилагаете тот же самый уголочек здесь вот одна линия одна линия видите завал туда либо суда завал нафиг как бы не надо ну вот так вот берете тат раз приложили эти 1 линия 1 линия здесь одна линия здесь все значит все хорошо здесь кстати тоже полировать когда вот а еще смотрите вот на вот этот вот шовчик он должен быть одинаково что вот здесь сверху что вот здесь снизу да ну здесь более-менее он одинаковый а берете другую сторону смотрите здесь он узкий здесь широкий видите да как он меняется вот это значит это стекло завалено туда либо вот это соответственно стекло стоит вот так ну если эту сторону взять она вообще как бы тоже кривая видите да если так и ехать нас мы упираемся в это стекло видите да получается она как было туда внутрь как бы завалено это стекло хотя снизу а и снизу она тоже завалено туда то есть это стекло внутренне она как бы вот так вот стоит туда внутрь занесено да вот ну вот так стоит то внутреннее стекло так не вровень сюда вот сюда внутрь как бы это не есть хорошо и этот шок у нас видите разные какой там широкий здесь узкий это говорит только об одном о том что как бы когда клеили этот аквариум клеили вот вот не уделяли ему никакого времени замеряли вот эти расстояния тяп 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 лишь бы как бы побыстрее побольше их наделать и там побольше продать вот и все собственно говоря на эти на эти моменты нужно очень очень сильно смотреть а сейчас поговорим про крышки друзья маленькое лирическое отступление я выходные дни был на птичьем рынке не прикупил себе рыбок хочу вам их показать это скалярии вот такие вот ну как как назвать полосатики еще и вуалевые такие интересная такая вуаль а вот все с высокими плавниками вот пока не дохнут вообще как бы очень такие симпатичные я бы сказал ребята ну и этих самых голубых радужниц купил паркинсоне тоже красивые ребята но они маленькие еще подрастут там видите когда чуть-чуть голубым отливает подрастут от едятся тоже будем малючка с них получать красиво хорошо очень стайку держит видите кучкой прям бегают еще у сергея сарапаем оставил забронировала радужный бубой смени которые тоже соответственно но и тут не без печальки купил еще вон в углу сидит если видите как образуется пола рикашка 10 штучек купила не сволочи бог не купить еще одна сбоку он лежит до пленка насколько 10 купил 5 уже выкинул значит это получается 6 ну вот одну живую мы там видели 1 живая вон сидит но где-то еще две тут должны как бы но прятаться соответственно вот таким вот образом это что касается вот этого аквариума он потихонечку засаживается тоже пока грунта нету но мы чуть попозже как бы купим грунт я сейчас хочу с вами поговорить про крышки ну вот вы когда выбираете аквариум да тоже приходите на все моменты должны были на этой обратить внимание крышки бывают значит двух видов это составные как например вот этого крышечка то есть она состоит как бы из вот такого вот уголочка там вот если мы так вот положим чтобы с вами рассматривать это все поближе то есть это будет вот так да то есть вот одна часть уголочек и вот вторая как бы часть я даже вам больше скажу это вот как бы вот получается вот это одна часть вот это вторая часть вот эта третья часть вот эти вставки это четвертая часть вот эта пятая часть то есть она собрана как бы ну из плоского пластика да и поскольку она собрана из плоского пластика это вот ну вот вот серединка у меня выпало да понимаете а вот здесь вот видно да что это действительно плоский пластик потому что вот вот здесь соединяем клики да то есть он собран по сути дела из вот таких вот кусочков из разных раз кусочек два три четыре пять шесть когда кусочка такие крышки они ну это собственно говоря сделаны почему так потому что одну нету своего производства до крышей берется плоский пластик нарезается на станке да как нужно и соответственно склеивается таким вот образом соответственно со временем они вот такую трубку как бы приходит да это уже приехала такая крышка я вот ее снимал соответственно этого отодралась это но она сама по себе вот такая вот это я не отдирал вот она такая собственно приехал вот второй вариант такой же крышки это как бы составной профиль получается 1 2 3 4 соответственно они также отклеиваются также как бы соответственно ну короче говоря есть есть крышки цельнолитые то есть вот это вот вся фигня да вот этот вот это вот устройство по экструдер да куда пластик загружается виде таких гранул я не знаю да у них плавит как бы и такой выдувает вот через определенную форму вот такой ну как бы вот такую форму как бы да то есть она цельная вы тут ну как бы станком выйдут и вот такая цельная труба да вот такой р-образной формы ну вот в данном случае эти буква р какой формы этот профиль потом также нарезается как бы уголочками как бы ну или соединится раз 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 вот здесь уголочек ну и соответственно все это дело собирается такой профиль естественно дороже поскольку надо как бы иметь станочек да либо уже купить профиль этот а чтобы его заказать сделать этот профиль надо сразу заказывать там тысячу километров да иначе просто не имеет смысла как бы да вот эту оснастку делать через которые будут убиваться этот профиль то есть ни одно там серьезное производство у вас не возьмется делать как бы вот эти профиля да если вы не сделаете минимально нужный заказ ну иначе вот просто сам станок перенастраивать будет дороже стоить эти профиля то есть их сразу в большом количестве очень мало у нас в россии производстве я бы сказал что это единицы которые делают именно вот такой вот пластик ну вот цель на литой который имеет свой собственный экструдер да и вот этот пластик делать такой пластик обладает ну как бы рядом преимуществом во первых он прочь не распадывается не расклеивается на вот он более эстетически как бы выглядит имеется ввиду здесь сверху открываешь да и вот нет вот такого как тебя туда непонятно как склеена тут где-то тут прилипает тут и так и так далее это можно оправдать если это как бы ну разовое производство какой-то как имеет аквариум единичный тогда да это можно оправдать но все равно как бы в данном случае конечно мы сделано так тяпля не очень красиво можно было лучше сделать вот то есть при массовом производстве конечно вот когда есть экскрудер то есть смотрите вот на эту крышечку все видите это цельный профиль ну здесь же видно что он клееный да если он цельный как бы то как бы вот это как бы говорит о том что этот аквариум можно включить поставить говоря более как бы надежно но и либо он более ремонтно пригодный когда соответственно цельный литой пластик его можно снять оторвать от силикона в то время как вот такой сборный как бы пластик достаточно сложно оторвать ведь я в данном случае часть пластика просто здесь оторвал у меня не получилось вот здесь вот получилось снять а вот здесь вот не получилось вот это это ну как бы на будущее как да 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 и вот еще чего профиль бывает образный вот как здесь видите получается буква п он садится когда на аквариум походе беда вот так полностью садится где бы показать так давайте возьму другой сейчас развернем камеру собственно вот он видите п-образный буковка п у него здесь внизу он садится на стекло то есть сюда герметик раз и на стекло вылезть герметика туда-сюда с одной стороны как бы вот ну как бы это хорошо да что вот такой профиль потому что вода когда испаряется да вот здесь капельки они стекают туда внутрь аквариума вы поняли да раз и стекли туда наружу как бы не это самое не появились другой стороны для того чтобы потом если ремонтировать этот аквариум этот профиль очень сложно снимать поскольку ножом невозможно вот срезать вот этот герметик понимаете да то есть можно здесь от подрезать здесь подрезать а вот здесь вы его не подрежете все он не ремонтно пригодный как правило этот пластик ну вот ломается вот как моем случае потом приходится что-то там придумывать для того чтобы его соединить как-то склеить вот а есть вот такой пластик а есть вот такой пластик смотрите ну вот он в данном случае г-образный да буква как бы г вот здесь получается вот с этой стороны он когда садится соответственно его потом снимать достаточно легко он сел мы вот здесь прорезали ножом да вот так и вот здесь вот снизу ножом прорезали и сняли с двух сторон более ремонт как бы это ремонтопригодный называется профиль но здесь как бы есть момент если он плохо посажен сэкономили вот здесь герметика да то вода может куда вот попадать как бы ну испарение туда стекать по стеклу это будет как бы не есть хорошо тоже некрасиво друзья но есть аквариум и который аквариум и которые не вписываются не в ту категорию не в ту короче говоря это вообще дешман это вот называется такой аквариум вот с такой крышкой который вот так вот сверху одевается просто напарим поняли да люди берут такой аквариум за счет того что он дешевый да и потом у них начинается мучение вся вода которая там внутри аквариума она вся вот сюда вот выходит поняли да ну тут поскольку здесь как бы и больше некуда идти она скапливается вот здесь наверху она скапливается там внутри и вот сюда вот так вот стекать туда-сюда ну где пониже будет туда на стекать самыми соответственно здесь у всякие подтеки начинают появляться и так далее и тому подобное ну кстати вот здесь их можно увидеть подтеки здесь вот он тек видите надеюсь эта камера видит вот подтеки ну то есть вот такое сие чудо вообще как бы нельзя брать ну просто нельзя и все замучаетесь все у вас будет на тумбе на полу все вздуется это как вот я не знаю даже кто-то придумал такое чудо я обслуживал один такой аквариум я так и не придумал что с ним сделать короче говоря он так вот и тек постоянно вот нельзя такое покупать еще раз такой аквариум нельзя покупать друзья вот еще хочу показать это аквариум который мы с вами смотрели где у нас там маловички все это сидят кроме сети прожали соответственно вот пластик тоже видите этого цель на литой пластик буквой п которая дед и который соответственно вот здесь вот только соединенного уголочки вот видите при среду уголочку здесь их просто видимо 3 соответственно здесь так живут цельный профиль вот так как вариант смотрите профиль цельный как бы значит можно брать еще хочу вот этот аквариум показать вот а тоже вот интересно здесь г-образный профиль но он хорошо очень лежит то есть правильно присажен на герметик и соответственно вот видим сюда вот крышечка ложится здесь также соединен вот такими штуками вот тут за грязь не ругайте все-таки производства разводник это как бы вот получается цельный вот этот профиль вот этот вот единое целое то есть его не разберете я предпочитаю конечно цельные профили они возможно чуть чуть дороже ну я не думаю что значительно дороже аквариум из-за этого ну вот таким вот образом здесь нигде не видно чтоб он где-то был склеен видим цельный а вот еще один аквариум которым вот такой вообще то есть просто пластик а к нему еще пластик приклеен и вот здесь снизу он просто не торг стеклянный аквариум приклеен к стеклянному опору тут вообще не заморачивались но если воды переливаешь вот так вот он только через вот эти дырки начинают течь а здесь вообще нигде не течет ну поскольку он просто видимо на декоратан присажен как и сюда мощный мощный и вот друзья еще один дешманский как бы профиль похож на предыдущий да не только это совсем как бы вообще дешевый дешевый один как бы вниз как бы смену вот второе вот это тут кусочек листа и третий да и вот присаживаться тоже они отламываются где-то есть просто передний против это все тут на каком-то силиконе ну так вот все как бы тяп-ляп сделано то есть но это же видно если тяп-ляп как бы сделано да то можно как бы понять что такой аквариум не стоит брать еще не люблю когда веру сделан черным герметиком ну как бы да это некрасиво это я так считаю и того друзья профиль должен быть соответственно цельным по моему убеждению глубокому ценнолитым профилем как бы да вот и желательно г-образным ну п-образный г-образный тут на на не влияют конечно на качество использования этого аквариума но но г-образный профиль просто ремонта пригоден потом вот поэтому можно как бы на будущее но главное чтоб он был цельнолитой друзья не смейтесь тут я я не описался это меня вода из аквариума короче облилась вот что папа аквариумом хочу сказать хочу лишь сказать такую вещь ну понятно что тут какие-то я реперные точки поставил да вам на что нужно смотреть я хочу чтобы вы поняли что цена не является единственным фактором единственным критерием для выбора аквариума то есть еще есть другие факторы которые влияют в том числе и на цену в том числе и на качество и вообще хватит уже как бы ну нам что ли вот жить по принципу только цена да вот вот если он дешевый как бы я его туда беру как бы все остальное меня не волнует ну вот она все остальное да потом к чему приводит причем я так понимаю этот вообще там долго не жил как бы до банка вот этот вот соответственно на эти вещи надо обращать внимание уже если честно так вот китай вот этот дешевые некачественные уже ну под надоел сколько лет мы уже все таки да вот я вам сколько показал короны там до который не приходится поменять да и приходится что-то там выбирать потому что уже из таких кранов шаровых нормальных нету просто их просто не найти на рынке я ну то есть не знаю где их найти да вот какие-то еще там вещи то есть ну вот таймеры те же вот мы используем да они постоянно там ломаются напряжение чуть-чуть скаканулом бах там там у него там что-то все тоненькое маленькое как бы да вот то есть не одна цена еще есть вот эти факторы я хочу чтобы вы им пользовались я хочу чтобы вы как бы понимали за что вы платите вы платите дешево на самом деле вы платите дорого понимаете потому что вы в дешево платите совсем за фигню за какую-то да вот я надеюсь я смог вас переубедить не покупать дешманские аквариумы да смог вас переубедить в том чтобы вы все-таки более внимательно относились к своему выбору потратили на это какая-то какое-то время я не знаю хотя бы там отзывы какие-то почитали да вот и вот собственно говоря с этим я специально не называю до фирмы как который я считаю как бы ну вообще нельзя брать да я не буду называть ювель джеба хотя джеба красивый аквариум вот именно вот это вот стекло я не буду их называть да вот скажу лишь одно что вот как бы другие аквариумы вот можно на них смотреть как бы да если это еще наше российское производство то вот посмотреть вот на те вещи которые вот я сказал да и в принципе можно брать вот прошлом видео не сказал на нас подписывайтесь в этом говорю подписывайтесь на нас лайкайте лайкайте а я буду отвечать и дядя яша вам будет отвечать все пока друзья я надеюсь вы сделаете правильный выбор